Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Ник, мы продолжаем играть в различные андроид-игрушки. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием DayR. DayR, или День R, как по-русски, собственно, будет. Что же это за игра? Это симулятор выживания в советском или постсоветском апокалипсисе. Что-то вроде того. В общем, звучит, конечно, достаточно прикольно, напоминает Сталкер и прочие другие игрушки. Ну, давайте начинать потихоньку, начнем с новой игры. Да, да, я уверен, что я буду... хочу продолжить. И выбираем... Тут есть четыре уровня сложности. Первый уровень сложности — песочница. Умереть в этом режиме непросто, подходит для ознакомления с игрой. Второй, как в жизни один неверный шаговый покойник, подходит для опытных игроков. Сверхтяжелые и настоящие испытания только для опытных игроков. Истощение уменьшается только во время сна, радиация, отравление, кровотечение уменьшаются сами по себе. И онлайн. В этом режиме недоступны сохранения, выживаете совместно с другими игроками, уровень сложности соответствует как в жизни. Мы будем играть с вами на песочнице, потому что мы только вот ознакомимся с игрой. И да, и тут есть история. Первое, что нам нужно сделать, — это открыть глаза. Открываем глаза. Я буду озвучивать все диалоги, потому что игра на русском. Мир, который я помнил... Уничтожен. Что произошло? Я должен узнать. Я должен выжить. И вот, собственно, начинается у нас игра, что здесь произошло, где я, что мне делать. Откройте вкладку задания. Так, я пропущу и сразу начну читать. Я открыл глаза и судорожно вдохнул. Вдохнул, прошу прощения. Морозный воздух обжег мне все нутро. Было больно шевелиться. Опершись локтем, а шершавый асфальт изжав зубы я приподнялся. Черная пелена перед глазами отступила, и с томата проступили они. Безжизненные руины. Ни одной живой души. Что здесь произошло? Где я? Что мне делать? Меня била крупная дрожь. Нужно что-то предпринять. Нужно двигаться, пока еще есть силы. Взвыл ветер, и мне в лицо полетел песок и строительная пыль, залепляя глаза, нос и рот. Я зашелся кашлям. Совсем рядом есть дом. Так можно укрыться. Превозмогая боль, я встал и побрел вперед. И здесь нас учат передвигаться. Говорят, нажмите на дом и нажмите идти. Да, вот мы нажали значок идти. Дальше. Пока я шел, едва переставляя ноги, новые вопросы родились в моей голове. И не нашли ответа. Кто я? Откуда я? Как сюда попал? Я пытался вызвать к жизни хоть одно воспоминание, но память отказывалась повиноваться. Дом пустый. Похоже, очень давно. Двери в квартиры заперты, но я сумел пробраться в одну из них через дыру в стене. Ломаная мебель, высохшие растения, остатки посуды на полу, книги, вывалившиеся из рухнувшего шкафа. Присев на единственный уцелевший стул, я ощутил рейс в животе. Нужна еда. И нас учат теперь, как искать. Нажимаем локацию и нажимаем искать. Это идет обыск локаций. Мы будем жать до тех пор, пока здесь не останется никаких вещей. Но мы с первого раза нашли все вещи, которые были в этом доме, в этой квартире. Так что мы забираем все. Нажимаем вверху, светится кнопочка подобрать все. И продолжаем читать. Овощи в холодильнике давно превратились в комки вонючей плесени. Зато на нижней полке прикосившегося шкафчика я нашел спички, гречневую крупу и банку консервированной тушенки. Что ж, сейчас эта жалкая пыльная баночка была мне дороже всех сокровищ мира. Открываем инвентарь, выбираем еду, нажимаем на тушеночку и жмем вот ложечку с вилкой, ножик с вилкой. Есть. О, мы получили также награду за первый день входа. Ну да, я только что начал играть, поэтому я получаю 5 банок тушенки себе за первый день. Удачной игры, до завтра что-то другое будет. Пища придала сил, даже боль в теле немного улеглась. Что теперь? Куда идти? Я посмотрел на покрытый пылью портрет хозяев квартиры. Надо искать людей. Но остались ли они в разрушенном городе? А если нет, что с ними стало? Что здесь, черт возьми, произошло? Если в этом городе нет людей, я найду их в другом. Ну, сперва нужно запастись едой и водой. А в квартире воды нет. Сквозь разбитое окно увидел кратер на другой стороне улицы. В нем что-то поблескивало. Вода. И нам говорят типа идти к кратеру. Да, мы опять же нажимаем на кратер, либо просто по заданию следуем. То есть смотреть на карте нажимаем и автоматически задание нас туда отправит. После того, как мы нажмем, естественно, кнопочку идти. Так, продолжаем. Пока я доковалял до кратера, наглотался пыль. Теперь в горле свербило так, будто там поселились разъяренные осы. Губы пересохли, а глаза слезились и почти уже ничего не видели. Ободрав руки в кровь, я забрался на край кратера и заглянул внутрь. Так и есть. Вода. Так, давайте ищем воду. Ищем воду. Ведем поиски. Да. Теперь нам нужно подобрать все. Несмотря на мучительную жажду, я почувствовал тошноту, лишь пригубив воды. Слабый едкий запах и желтоватые масляные пятна на поверхности не внушали доверия. Но выбора у меня нет. Если не напьюсь, то свалюсь прямо тут у кратера и больше не встану. Нас учат пить. Открываем инвентарь. Берем и пьем грязную воду. Естественно, это не очень хорошо. Я заставил себя пить. После нескольких глотков меня начало мутить, но теперь я уже не мог остановиться. Жажда. Страшная сила. Я слез с края кратера и сел. Мне показалось, что сейчас вырвет, но приступ прошел. Мне нужна еще вода про запас. Но мерзкая жидкость из этого кратера убьет меня быстрее, чем жажда. Возможно, есть кратеры с водой почище. Надо найти их. А потом я уйду из города. Меня трясло при виде этих руин. Идите к другому кратеру. Да, идем к другому кратеру. Приходим. Отлично. Продолжаем читать. До этого кратера я добрался даже быстрее, чем до первого. Несмотря на отвратительное питье, я чувствовал себя лучше. Когда альтернатива на гибель, организм усваивает все. Прошу прощения, я что-то запьянаюсь чуть-чуть. Едким запахом от этого кратера не тянуло. И это внушало надежду. Все было напрасно. В кратере вообще не было воды. Я взял в руку гладкий каменный обломок и приблизил глаза. Похоже на кремень. А кремень может понадобиться для розжига костра. И нам говорят искать кремнии. Нажимаем искать. Тут можно найти кремнии. Вот мы получились два кремния. Но нам нужно еще больше кремней, поэтому мы еще возьмем. Четыре кремния у нас есть. Пока я собирал куски кремния, услышал за спиной шорох. На краю кратера сидела крыса. Я взглянул на другую сторону и увидел еще трех крыс. Они, не отрываясь, следили за мной своими красными глазками. Когтистые лапки подрагивали. Крысы были тощие, но огромные. Должно быть ростом не до колен. Холодок пробежал у меня по спине. Медленно, стараясь не дышать, я вылез из кратера и стал отступать к ближайшей постройке. Крысы медленно двинулись ко мне. Их стало больше. Пять. Нет, уже шесть. Похоже они и сами боялись, но их было много. И лютый голод мог пересилить страх в любой момент. Семь, девять. Я замер на мгновение. И потом побежал прочь из города. Все, валим, валим, валим отсюда. Валим, 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 валим. Нападение. Черт. На нас напали. Давайте попытаемся убежать, так как оружия у нас нету. Фух, мы убежали, отлично. Проперло. Там шанс был. Крысы не стали меня преследовать. Добежав до чахлых зарослей кустарника, я бессил повалился на потрескавшуюся землю. Изнуренный организм требовал сна, но я заставил себя подняться. Сначала надо обеспечить безопасность и решить вопрос с едой. За сухой порольностью начинается песок. Нужно наломать веток и развести костер. Тогда я смогу согреться и приготовить еду. Да и незваных гостей огонь отпугнет. А если веток будет достаточно много, я построю себе шалаш. Открываем окно локации и нажимаем искать. Нам нужно найти дерево. Немножко дерева есть. Продолжаем искать еще. Уже 16 часов дня, но мы все еще ищем дерево. Еще, еще ищем дерево. Ищем дерево. Дерево, дерево. Да, да, да. Пока я отламывал от деревьев мертвые сучьи, среди стволов мелькались мутные тени. Должно быть воображение разыгралось. А может и нет. Свалив добычу в одну кучу, я критически осмотрел ее. Нет. Так дело не пойдет. Я так до утра буду костер делать. Что же бы придумать? Может из кремни сделать получится топор? Ну и мы сейчас будем крафтить. Выбираем схемы, выбираем механику. Выбираем топор и крафтим топор. У нас есть кремни, у нас есть клеили изолента, у нас есть все остальное. Полученный агрегат напоминал топор лишь отдаленно. Но изготавливать новый у меня не было уже времени. Пора приниматься за дело. Дальше нам нужно открыть инвентарь, выбрать выживание, выбирать топор. И естественно начинаем добывать дрова. Раз. И еще немножко дров. Все, нам хватит уже столько дров. Даже с самодельным топором дело пошло заметно быстрее. Рубил ветки, пока руки и спина не начали гудеть от усталости. Что ж, на первое время дров хватит. Я собрал клокапку и пошел обратно к зарослям. Топор не подвел. А из второго кремния сделаем нож. Если нападут крысы, мне будет чем защищаться. Сделайте кремниевый нож. Выбираем опять же... Что тут надо выбрать-то, я уже забыл. Механика вроде, да, механика. И крафтим себе ножик. Отлично. Придирчиво осмотрев получившийся нож и убрав его за пояс, я почувствовал себя намного увереннее. Теперь нужно развести костер и соорудить шалаш. Резко похолодало и своей тонкой курткой я начал дрожать. Давайте открываем схемы. Но прежде чем я, естественно, хочу экипировать этот нож, потому что он его не взял в руки. Надо взять его самому. Вот, я взял его. Отлично. Теперь у нас есть нож. Если на нас нападут, все будет нормально. Так, что нам надо сделать дальше? Нам надо было... Да, если я, допустим, забыл задание, могу открыть задание и посмотреть. Нам нужно сделать костер и шалаш. Окей, я понял вас. Схемы. Первым делом я сделаю шалаш, так как это дольше всего делается. И потом костер уже на остальные дрова на крафте будем разжигать спичками, пока они у нас есть. Костер разгорелся в считанные секунды. Прильнув к нему ладони, я ощутил, что жизнь возвращается ко мне. Приятное тепло разливалось по измученному телу. Я уже готов был залезть в маленький шалаш и провалиться в желанный сон, когда живот свело резкость с удорогой. Я с недоверием посмотрел на месистые белесые грибы, облепившие и прогнивший пень. Пожалуй, уже не рисковать и сварить гречневую кашу, а для этого потребуется чистая вода. Одно воспоминание сырой воды из кратера вызвало у меня приступ, потому что нужно вскипятить воду в пустой консервной банке. Да, и сейчас мы сделаем это же. Мы возьмем, у нас есть консервные банки, целые 2 штуки и 5 бутылок воды. Сейчас мы их вскипятим. Проматываем вниз, выбираем кипятить и сразу 5 банок давайте. Прокипятим, можно одну перекипятить, но мы перекипятим 5, так как у нас 5. У нас получилось 5 воды и теперь нам нужно скрафтить еду. Да, кулинария. Нет, еда не крафтится, это базовая еда, поэтому нам нужно выбрать кашу, нажать варить. И здесь, видите, написано гречневая крупа, чистая вода, посуда, огонь. Отлично, готовим. Приготовили гречневую кашу. Давайте первым делом попьем воды. Хоп. И гречневую кашу поедим. Никогда бы не подумал, что вареная гречка без соли, молока и масла окажется такой вкусной. Я ел так быстро и жадно, будто ее вот-вот выходят у меня из рук. Теперь спать. Больше ни на что я сейчас не способен. А как проснусь, нужно будет уходить, искать людей и ответы. Закройте окно заданий, чтобы поспать, нажмите кнопку с изображением палатки. Да, сейчас мы будем спать, только я перед сном, естественно, еще попью, пожалуй, бутылочку воды. Так. И вот, чтобы спать, нам нужно будет нажать вот на эту иконку. И давайте уже отправляемся спать. И на утро пойдем куда-нибудь еще в другой город, скорее всего. Сейчас у нас на часах 23.15. Это ночь. Ой, не туда нажал. Нажимаем спать. Все, спим. Все, поспали. Что-то мы мало как-то спали. Чувак, по-моему, ты был не очень уставший. Давайте посмотрим, есть ли в этом городе еще какие-нибудь целые дома. Разрушенные, нам не нужны там всякий мусор только можно найти. Нужно искать именно целые дома. Это все разрушено, разрушено, а в этом доме мы были. То есть, тут нету даже никаких других домов. И надо посмотреть, какое у нас теперь задание. Чтобы поспать, нажмите кнопку. Выспавшись, идите за полярной. Отлично, нам нужно идти за полярной. Сейчас я покажу вам карту, как тут выглядит карта. Вот она, вот за полярной, вот при речной, вот печенга, вот еще какой-то город. И тут очень огромная карта. То есть, тут вот это вот то, что я вам сейчас показываю, это только малая часть всего карты. Тут есть карта, по-моему, почти на весь мир. И вы можете так путешествовать по всему миру. Ну, не по всему миру, но как минимум по всей России. Это точно. И тут каждый, блин, есть поселок. В общем, игра очень-очень-очень разнообразная в этом плане. Давайте, нам нужно идти сюда. Нажимаем два раза, либо нажимаем один раз и нажимаем кнопку идти. Думаю, к утру мы как раз придем в город. Мы на пустоши и заходим в город. Отлично. У нас появилось три новых квеста. Ну, два новых квеста, один выполненный. Теперь вы сами по себе удачного выживания. Несколько последних советов. Обратите внимание, что у вас появились новые задания. Числа вверху обозначают состояние персонажа. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но это все понятно. Давайте почитаем еще два новых квеста, которых у нас есть. Сначала первый. В поисках истины. Это ужас какой-то. Руки трясутся. Тут полный город скелетов. Черепа взрослых и детей. Куча костей со слевшими останками одежды. У меня до сих пор перед глазами этот кошмар. Кто или что могло их всех убить? Что мне теперь делать? Я не знаю. Надо уходить отсюда куда-нибудь. Я отправлюсь в Мурманск. Надеюсь, что-нибудь там объяснит мне произошедшее. Надеюсь, там есть кому объяснять. И второй квест. Дорога в Заполярный заняла больше времени, чем я ожидал. Я брел по мертвой пустоши, ориентируясь по солнцу, изредка проглядывшему сквозь серую пелену туч. Время от времени мне попадались одинокие кустарники и поваленные деревья, облепленные бледными вонючими грибами. Животных не было. Одни только жирные назойливые мухи, которые сопровождали меня почти весь пух. Они нетерпеливо гудели и садились мне на одежду, волосы, лицо. Заполярный встретил меня пустыми улицами, разрушенными зданиями и пронизывающим ветром. Похоже, как и в Никеле, в этом городе и людей-то я не встречу. Ладно, попробую поискать в ближайших домах что-нибудь полезное или какие-нибудь зацепки. Вот. То есть, наше сейчас основное задание – это либо идти в другой город, либо обыскать в этом. Ну, то есть, два задания. Естественно, мы сначала обыщим этот город. Давайте зайдем в ателье. Это нам пригодится. И попытаемся найти здесь нашу новую одежду, так как у нас не полный, во-первых, сет одежды, во-вторых, она изнашивается. Да, вот мы… Давайте забираем все, нажимаем «Подобрать все». Заходим в инвентарь. У нас нагрузка 27%, поэтому пока что мне, в принципе, не обязательно что-то выкидывать. Давайте оденем шапочку, так как шапочки у нас нету. Она нам даст 50 защиты. Окей. Еще я одену перчатки. Перчаточки. Отлично, хорошо. А эта шапочка у нас дает… Сколько защиты? Эта шапочка у нас дает всего 20 защиты, но и дает бонус к маскировке. А эта шапочка 10 к радиации. Мне больше нравится 10 к радиации, поэтому я поношу эту шапочку, но иду пока выкидывать не буду. Давайте зайдем еще вот в это здание. В руинах нам нечего делать, а вот в аптеке можно и поискать чего-нибудь. Давайте возьмем себе медикаменты всякие разные. Ищем раз. Нашли только бинт и мебель. Отлично, ищем два. Нашли еще активированный уголь и какую-то мась. Что это за мась, интересно? Все, мы все нашли. Это значит казотеин. Не знаю, для чего он нужен. Здесь нужно… Некоторые лекарства нужно использовать… А, вот написано, что он делает. Он истощение понижает. То есть, это что-то вроде кофеина, только казотеин. Спирт у нас… Насколько… О, можно разбавлять спирт чистой водой и пить его, как водку. Блин, круто. Не знал об этом. Окей. Противорадиационный препарат – это тратодонит, радиацию убирает. Потом сульфатонит. Он у нас кровотечение устраняет и восстанавливает кровь. Неплохая тема. Также бинты. Ну, бинты, понятно, кровотечение устраняют и препятствуют раны. И это лечит отравление, но добавляет жажды. У нас активированный уголь. Мы все возьмем, конечно же. И пошлите в следующий дом. Давайте посмотрим, что у нас в этом доме. В этом городе, насколько я вижу, радиации нету. О, у нас напала крыса. Давайте попытаемся ее победить или отступим все-таки. Давайте попытаемся победить, почему бы нет. 40% шанс. Победа. Надеюсь, это был последний. Добыча лежит в локации. Тушка крысы. Не успел я войти в сырой темный подъезд, как эта тварь сцепилась мне в голень. Крыса. Ох, как же больно. И хотя в конце концов с крысой я справился, теперь понятно, но мне не помешало бы мощное оружие, желательно слегка добываемыми боеприпасами. Чтобы такое соорудить из доступных средств. Может арбалет? Надеюсь, в этом доме найдутся подходящие материалы. Как минимум, можно разломать мебель на деревяшке. Найдите в уцелевшем доме необходимые материалы, создайте арбалет и арбалетные болты. Наша новая квест. Вот мы обыскали дом. Так, это магазин, это не то. Нажимаем локация. Нажимаем искать. Еще искать. Будем искать до тех пор, пока не найдем все вещи, которые тут есть. И у нас тут есть гвозди, изолента, мебель, веревка, бумага, консервные банки, спички, тушенка. Это мы обязательно возьмем. Макароны сухие, сухая гречка, труп крысы и топор. Топор, это круто. Да. Нет, стоп. Фух, я случайно нажал. Но тут нету врагов, поэтому мы никого не нашли. Просто зря потратили время. Давайте заберем просто все. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать сейчас арбалет. Скорее всего, у нас уже есть все нужные ресурсы. Да, давайте сделаем арбалет. А, нет, у нас нет дров. Нужно тогда сделать следующее. Нажимаем на локацию, нажимаем мебель и разламываем мебель. Да. Давайте еще разломаем мебель. Всю мебель разломаем. Отлично. И сделаем себе арбалет уже наконец-то. Крафтим арбалет. Отлично. Арбалет у нас сделан. И также скрафтим 10 болтов себе. Отлично. Болты скрафчены. Пока я мастерил арбалет из коридора, то и дело доносились шорохи. Похоже, местные крысы куда храбрее своих родственниц из никеля рассосмеливаются нападать в одиночку. Закончив последний болт, я вернулся в коридор. В подъезде меня уже ждали три здоровенные крысы. Я прицелился и выстрелил. Промах. Невредимые твари с визгом бросились. Ничего, сейчас вы меня попляшете. Теперь нам нужно нажать на локацию. Видите, тут крыса появилась. Здесь можно встретить из врагов крысу. Но сначала нам нужно именно что сделать. Так это инвентарь. Берем в руки арбалет. И еще мне надо попить и поесть. Давайте я съем, не знаю, попью водички. Съем тушеночки. Отлично. Вот так-то гораздо лучше. Теперь можно уже и поохотиться. Нажимаем локацию. Нажимаем охотиться. На нас нападает крыса, так как мы охотимся на нее. Используем арбалетный болт. Вы видите, уже шансы победить не 40%, а 73%. Попытаемся ее победить. Не факт, что получится. Да, видите, не получилось. Попробуем еще раз. Нажимаем снова охотиться. Снова нападание крысы на нас. Опять 73%. Попытаемся убить ее. Отлично. В этот раз мы победили. Победили вас всех до последнего. Мертвая крыса выглядит пахнет отвратительно. Зато ее можно поджарить. А жареное мясо на дороге не валяется. Так что, если совсем оголодаю, можно и крысе на обед настрелять. Гоняясь за крысами, я вспотел. Теперь меня мучила жажда. Надеюсь, за полярном тоже есть кратеры с водой. Нужно брать воды в кратере. Сейчас мы этим займемся. Но прежде этого я возьму тушку крысы с собой обязательно. Хотя она, скорее всего, просто протухнет у меня. И я вижу кратер. Но вода мне не внушает доверия в нем. Скорее всего, персонажу нашему тоже не понравится это. Кратер. Локация. Искать воду. Отлично. Возьмем 10 штук. То есть, вот таким образом можем выбрать определенное количество. Кратер был полон до краев, но жидкость с ним напоминала скорее разбавленную слизь, чем воду. Пить ее сырой в любом случае не планировал. Но тут и кипячение не поможет. Просто других кратеров в городе я не видел. Попробовать сперва очистить эту воду углем. Уголь можно сделать из дров. Только нужна какая-нибудь кастрюлька. Нам нужно найти кастрюльку. Кастрюлька, скорее всего, есть где-нибудь в столовой. Это у нас столовая? Да, это у нас столовая. Пошлите туда, зайдем. Нажимаем локацию. Искать. Мы тоже, естественно, обыщем полностью эту локацию. Заберем все, что тут есть. Давай, давай, давай. Ищись побольше. Больше и быстрее. Больше и быстрее. Ну, есть и сухари, гнилые овощи и прочий. Отлично. Мы нашли 5 бутылок грязной воды, бутылку водки, 3 гнилых овоща, 4 гречки сухой, 3 сухих макарон, немного соли, 9 сухарей и кастрюльку. Давайте забираем все. Нажимаем подобрать все. У нас новые рецепты появились. На кухне вместо столовой, несомненно, побывали крысы и не раз. Отовсюду на столах валялись объедки, обгрызанные куски. Упаковок пол будут сея насколками бутылок из-под молока. Зато на верхних полках нашлось кое-что съедобное. А в грязной мойке решала кастрюля. Теперь можно делать уголь. Разводить костер прямо в столовой как-то не хочется. Только пожара мне тут не хватало. Лучше выйти на воздух. Разожгите костер, создайте уголь в схемах химии. Да, мы можем прямо сейчас, так сказать, разжечь огонь. Давайте мы разломаем мебель. Давайте сколько бы мне понадобится-то для костра. Ну, давайте 10, я думаю, вполне будет нормально. Я тебе свернул игру. Что ж ты будешь делать? Ладно, поднимаем эти штуки. Выбираем инвентарь. Выходим из помещения, естественно, на дорогу. И сейчас мы будем здесь у нас... Так, 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 так. Как же тут делается? Инвентарь. Потом мы нажимаем на схемы. Выбираем костер. Давайте крафтим костер. Да, 15 минут спичками. Отлично. Все светло. Все отлично. И теперь мы продолжаем. Что делать? Правильно, мы будем кипятить воду. Где, где, где? А, нет, не кипятить воду. Мне нужно сначала синтезировать уголь. Выбираем... Так, а для угля нужна еще дрова, да? А, у меня нету дров. Блин, отстой. Давайте я зайду обратно в дом. Разломаю здесь всю мебель оставшуюся. Ну, мне 10 пока хватит, поэтому я возьму 10 дров. Идем сюда. Здесь у нас горит костер. Да, вот он горит. Нажимаем схемы. Выбираем химию. Выбираем уголь. И делаем 10 штук угля. Сразу же просто. Также мы можем посмотреть на локации. Уголь есть. Пора очищать воду. Я не был уверен в успехе, но ничего не поделаешь. Если уголь и кипячение не очистят воду до конца, то уже через час у меня появятся симптомы отравления, и мне придется ползать по руинам в поисках лекарств. Тогда я, скорее всего, помру где-нибудь на пыльной лестнице или стану легкой добычей для хвостатых грызунов. Но будем верить в лучшее. Нужно очистить воду углем и прокипятить. Да, сейчас мы будем очищать, но прежде тем я посмотрю, то есть сколько мы использовали дерева, еще 22 часа будет гореть костер, поэтому можно не особо торопиться. Выбираем схемы, выбираем... Еще нет, не схемы. Выбираем инвентарь, выбираем еда, выбираем грязную воду, ну то есть отравленную воду, и мы можем очистить ее с помощью угля. Вот у нас есть 10 угля, поэтому сразу же 10 воды очищаем. Ждем, 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 ждем. Отлично, отлично, мы очистили воду. У нас есть теперь 15 грязной воды, ее мы сейчас прокипятим. Нажимаем кипятить, сразу первым делом сделаем 10 пачку, потом еще 5. Потом еще 5 воды прокипятим. Отлично. Похоже, вода и впрямь очистилась, во всяком случае от нее больше не пахнет сероводородом. Этой воды мне должно хватить на первое время. Думаю, стоит еще побродить по заполярному, здесь могут быть полезные припасы. Да, мы это так и сделаем, это все понятно. Также давайте прокипятим еще 5 бутылочек вот этой водички. Отлично. У нас как раз персонаж захотел пить, но давайте попробуем приготовить что-нибудь. Что мы можем приготовить? Давайте гречки себе наварим, почему бы и нет. Одну, вторую и третью, так как тушенка, она хранится у нас достаточно долго. По-моему, она бесконечно хранится. Ну и сухая крупа тоже хранится практически бесконечно. А вот готовая пища, видите, испорчена 0%. То есть она хранится вот через 3 дня испортится, поэтому надо ее съесть будет к этому времени. Раз, два. Сколько она там восстанавливает голод? 35. Давайте третью еще. И водой еще запьем все это дело. Даже двумя бутылочками, хотя это растрата воды. Что-то я как-то не подумал перед тем, как это сделал. Так, что еще мы можем сделать? Еще мы можем сделать с костром. Да вроде ничего, можем факел себе сделать, но это абсолютно не необходимо. Можем сделать себе токсичную лампу. Она будет позволять нам в темных помещениях обыскивать гораздо лучше, быстрее и находить больше вещей. Видите, тут бонус к освещению 40% дает. Но мне нужны желтые грибы, которые я почему-то не взял, когда я в прошлый раз их нашел. Ну да ладно. Куда еще мы не заходили? Давайте попробуем зайти в этот дом. Уже утро. Да, мы не спали целую ночь, но наш персонаж может не спать 2 дня. То есть, если на третий день уже он может вырубиться действительно, но 2 дня он может как бы бодро себя провести. Ничего не будет. Давайте подберем все. Тут у нас водка, соленья, тряпки, спички и прочее, прочее, прочее. У нас уже 70% нагрузка. Нам осталось только обыскать сколько домов. Раз, вот здесь один и вот здесь один. То есть, 2 дома всего. Давайте отправляться к ним. Угу. Выбираем локацию и начинаем обыскивать. Здесь мы... Тут ничего нет полезного, поэтому я только ради, что разве. Тушенки и веревок сюда пришел. Да, вот мы все забираем. Подобрать все. 73% нагрузки уже. И идем в последний дом, прежде чем... Да, уходить из этого города уже окончательно. Так, что здесь у нас есть? Здесь у нас есть сушеная рыбка, изолента и гвозди. Тоже неплохой хабар. Я его возьму. Подобрать все. 77% нагрузки. Но мы можем до 100% спокойно как бы носить. Конечно, чем больше у нас нагрузка, тем медленнее мы передвигаемся. Но ничего страшного. Давайте перейдем у нас к сохранению. К дому. К точке сохранения. И обыщем эту локацию. Нажимаем искать. Еще искать. Еще искать. Еще искать. Здесь много-много ресурсов, конечно. Давайте продолжаем искать. Все, продолжаем и продолжаем. Отлично. Теперь нам нужно обыскать трупы. Обыскиваем трупаки. Как видим, тут их много. И вот все, что мы нашли. Давайте подберем все. У нас 153% нагрузка. Я понимаю. Да, сейчас мы будем выкидывать уже всякий мусор. Но прежде чем мы будем выкидывать, я хочу соорудить себе шалаш в этой точке. И хочу соорудить себе костер. Отлично. Теперь у нас нагрузка всего 105%. Давайте прокипятим воду. 5 бутылочек воды. Пока костер все равно горит у нас. Так. И можно закинуться какими-нибудь сухариками. Давайте съем сухариков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нормально. И водички попьем, потому что сухарики много весят. Поэтому я ими закидываюсь. Давайте еще один сухарик и еще одну бутылочку воды. Да, нормально пойдет. Вот у нас еще 3 свиные тушенки, 2 банки сгущенки. В общем, еды у нас навалом. А вот гнилые овощи, они отравление плюс 3. Они, конечно, голод и жажду понижают, но при этом дают отравление. Мне это не надо, поэтому я их сразу выкину. В принципе, еды у нас достаточно. Нам не нужно есть гнилые овощи. У нас еще и рыба, сухари, соленья, молоко сгущенное, тушенка, мясо и даже водка. Я не знаю даже зачем мне столько водки. Она каждая бутылка весит по 1 килограмму. Давайте я парочку бутылок выкину. Одну лишь оставлю себе чисто так, но я не знаю. Ну, вдруг, мало ли, что бывает там в игре. У нас 69 усталости уже. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. У нас есть 77 тканей. Это 7,7 килограмма. Тоже очень много ткани. Мне столько не нужно. Может быть, я смогу себе что-то скрафтить. Давайте посмотрим. Да, я могу скрафтить себе мешок, но для этого нужна ткань. А ткань делается из одежды. А, вот чего у нас много. У нас много одежды, точно. К тому же, вот смотрите, есть у нас самодельные перчатки, а мы носим обычные перчатки. То есть, самодельные перчатки больше бонусок защиты и дает. Вот, и все, да. А в остальном они точно так же. Так что, одеваем мы лучше эти перчатки, эти мы выкинем. Они нам не нужны. Также у нас есть еще самодельная рубашка. Она гораздо лучше наших пиджачков. У нее, она от рваных ран на 1% больше защищает. И брони у нее не 40, а 78. Так что, ее мы тоже одеваем. А вот эти вот старые штуки, мы их сейчас порвем на тряпье. Да. Давайте рвем их. Еще одну, наверное, разорвем. Отлично. А вот самодельная бандана не лучше шапки. Потому что у нее, она хоть и дает от радиации от рваных ран, защиту 1,2%, плюс бонус к маскировке. Но защита у нее гораздо ниже. То есть, 38, а здесь 58. Поэтому это мы не будем. Одну я выкину просто. Она нам не нужна. Также шапочку можно выкинуть. Она мне тоже не пригодится. Итого у нас остается одна шапка, двое перчаток, одни запасные и обувь также. Также надо заменить нам обувь. Тоже больше защиты дает в два раза, чем эта. Поэтому мы вот это выкинем. Одни ботинки выкинем. Одни я оставлю. На всякий случай, мало ли, наши сломаются. Также у нас есть двое джинсов. Но тут ничего интересного. Самодельные штаны мы, к сожалению, с вами не нашли. Так, что еще можно сделать? У нас уже 89%, но надо бы еще от чего-нибудь избавиться. Я пока не знаю от чего. Наверное, от тряпья, да? Да. К сожалению, ткань мы не можем получить. Кстати, удивительно, почему. Я точно не могу как-то ее порвать именно на ткань, а не на тряпье. А может, я могу сам тряпье сделать? Давайте посмотрим. Я могу сшить. Да, я могу сшить ткань, но мне для этого нужны нитки и швейная игла. И того у нас пока нет. Поэтому мы не сможем себе соорудить пока что мешок и защитную повязку от радиации, которая будет спасать нас, дыхание наше и так далее. Хотя, подождите, может, я могу сделать ее? Да. Защитная повязка, в отличие от всего другого, делается не из ткани, а из тряпья. Поэтому я ее сделаю. Даже две штучки, наверное, сделаю себе. Вот так вот. И давайте ее снарядим себе на лицо. Так. Нажимаем надеть одну и сделал дополнительную. Просто на всякий случай пусть будет. Также от большинства тряпья я хочу избавиться. То есть, давайте я выкину сколько? 57 минимум. Да, 57 минимум выкину. Да, давайте еще 10 выкинем, потому что тряпье везде можно найти. 20 штук оставим так чисто, чтобы, не знаю, чтобы было там, если что там, бинты сделать или типа того. Здесь у нас ничего интересного нету. Здесь тоже топоры. Топором этим мы будем гораздо больше дров, естественно, отбывать. Но он не такой хороший. То есть, если вот этот вот топор бонус при поиске 10% добавляет, то этот 15%. Но при этом это ржавый топор. И он сломается через 16 использований. А наш самодельный сломается только через 26 использований. Как-то вот так вот. Что еще мы можем сделать? Давайте посмотрим, что у нас на локации еще есть. Да, что ничего нету, в принципе. Мы вроде все с вами уже сделали, как я понимаю, да? Да. И наш персонаж, я думаю, заслужил сон. Давайте поспим. Спим, 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 спим. 4 утра уже утра. Уже 5 утра. Уже 6 утра. 6 с половиной утра. И мы проснулись. Мы бодры и полных сил. Давайте приготовим себе еды. Костер тут горит. Он сколько еще будет гореть? Еще целых 16 часов. Поэтому давайте приготовим себе еды. Так, кулинария у нас пока не открыта. Поэтому я себе приготовлю на ближайшее время. Наверное, интересно, с чего приготовить. Давайте гречки просто наварим. Себе 3 штуки сразу же сделаем. На сегодня и на будущее. Ну, мы ее прямо сейчас не будем есть. Ее где-нибудь там в дороге перекусим. Тут, в принципе, неважно останавливаться, чтобы есть. От этого никаких там дополнительных бонусов вам зачисляться не будет. Так, что еще у нас есть? Давайте посмотрим снаряжение. Так, так, так. Все есть. В компонентах тоже у нас ничего лишнего нет. Здесь тоже ничего лишнего. Здесь немного ничего лишнего. Сухари, как видимо, весят 1,1 килограмма за 11 штук. Это очень странно. Почему сухари весят так много, я не знаю. Ну, да ладно. Вот это все наши предметы, которые у нас есть. А, у нас есть крыса, кстати говоря. Давайте попытаемся ее пожарить. Почему бы и нет? Тоже себе на будущее сделаем. Будут у нас жареные крыса в инвентаре. Сколько она хранится? Давайте посмотрим. Сочное мясо с хрустящей корочкой. Целых 7 дней хранится она у нас. А каша хранится 3 дня. То есть, сначала захаваем кашу, а потом уже будем хавать крыску. Фух. Так, и так как это точка сохранения, только здесь мы можем сохраняться. То есть, ближайшая точка сохранения, следующая, у нас будет только вот здесь, в брошенном поезде. Так, но мы попытаемся сейчас сохраниться здесь. А как тут сохраняться-то, я точно не помню. У меня вроде настройки. Да, настройки сохранить. Так как мы играем в бесплатную версию, бесплатную версию, то здесь возможно сохранять только на точках сохранения. Если вы играете в платную версию, да и R, то сохранение будет доступно в любом месте. Ну, на этом я буду заканчивать. Такая вот игра. Вот мы посмотрели ее немножко. Конечно, я далеко не все рассказал, далеко не все показал. То есть, если мы посмотрим в схемах, то вы видите тут горелки, свечи, плоты. Можно плавать, строить дома, печи. Всякие там плавить металл, засаливать рыбу, мясо, делать котлеты, шашлыки, консервировать овощи, вино делать. С химией можно тут всякие лекарства мастерить вручную. Динамиты, лаборатории, патроны даже можно делать. И опять же, какие-нибудь там кислоты производить. То есть, здесь можно, как видите, патроны, пистолеты, собирать велосипеды, автомобили, моторные лодки, сварочные аппараты, револьверы, аккумуляторы, машины. Просто, просто, просто тонна всего. Просто калаш можно даже собрать. Блин, это очень круто. И вот здесь вот типа уже видите бронированное вооружение, там типа крутая одежда, из железа там одежда. В кузнечном деле вы тоже можете топоры всякие, лопаты, ломы. Это все бонусы, тисаки, железные, видите, броня, железные нагрудники, доспехи вот прямо, знаете, из стали. Можно тут сталь обрабатывать. Короче, очень-очень-очень-очень-очень много всего, очень много всего. Все и не упомнишь. Я далеко в эту игру, долго не играл в эту игру, поэтому далеко не заходил. И я доходил вот только до того, что крафтил, по-моему, первый велосипед. Вот такой вот. Нет, я даже, по-моему, вот такой вот велосипед крафтил с тележкой. И я мог носить просто огромную кучу всего. Ну, это если мы и посмотрим, то посмотрим уже в следующий раз. Может быть, я даже сделаю небольшое прохождение по этой игре. Посмотрим, сколько мы проживем с вами. Хотя я думаю, что мы сольемся рано или поздно. Ну да ладно. На этом я уже точно буду заканчивать. Большое спасибо вам за просмотр. С вами был Ник. Это был DayR. Удачи и до новых встреч. Пока-пока. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok